приветствую зрителей на канале с вами смайлсик и мы продолжаем проходить робо инструктус на очереди последний уровень и мы завершим данный акт и откроем убежище но после этого появится еще один бонусный уровень но обо всем по порядку путь в убежище ну что ж как и следовало ожидать теперь трамплины будут вести куда угодно и на каждом острове нужно будет делать поиск найдется у нас что-то или нет то есть в данном случае роботом ходить не имеет смысла до тех пор пока мы не простроим полностью весь маршрут поэтому в качестве программы я возьму программа отсюда к вашим услугам потому что чисто технически только она и нужна вот у нас здесь два цикла то будет главная программа функции состоящий всего лишь из одной но и все константы здесь нам технически нужно будет только лишь так вар дата науда там это у нас перейдет в другое совершенно место здесь ему не место так это у нас будут отдельно переменные так переменные помимо массива хороших мне также понадобится еще и массив использованных так юст зачем он нужен например в данных уровнях например здесь в этой точке когда мы стартуем данный путь он ни к чему не приведет мы вернемся обратно и ближайшая платформа будет здесь я прыгаю сюда причем как я на нее зайду вот так то есть я буду смотреть в эту сторону и если я пойду дальше я снова приду сюда снова и это будет зациклено если же использованные платформы вычесть то тогда данный путь приведет меня сюда а далее уже к финишу и это касается и данного уровня здесь точно такое же кольцо поэтому здесь нужно как минимум запоминать те места по которым мы уже прошли и больше на них не заходить здесь с этим в принципе все то есть здесь программа полностью готова за исключением того что какие-то вещи можно переименовать но я думаю что в этом нет никакого смысла так теперь то что будет делать робот роботу в принципе придется писать все полностью с нуля практически я возьму программу отсюда потому что здесь у нас прыжки по сути уже сделаны поэтому основаться я буду на ней во первых давайте сразу разберемся с константами что у нас здесь в них есть во первых нам когда мы будем прыгать мы должны рано или поздно найти финиш поэтому следовательно его мы здесь тоже оставляем и так финиш есть right left я уберу они мне нужны были для функции move на этот раз я не буду использовать я вместо нее сделаю такой небольшой аналог который очень помогает сэкономить количество команд насчет вызовов не скажу но команды действительно можно сократить то есть за четыре хода за четыре строки можно дойти в любую точку данного пространства абсолютно в любую не объясню как это сделать это будет касаться и оптимизации которых мы еще не касались вообще я имею ввиду достижения но об этом будет отдельный ролик здесь и так будет достаточно всего и так никаких но у дата здесь не будет они нужны для передачи только лишь здесь в этом нет никакого смысла дальше вот эти все данные нам нужны были только лишь для общения между ними сейчас в них тоже нет никакого смысла но нам нужно точно каким-то образом отличать значения которые мы встретим то есть вот эти джампады мы должны тоже отличать поэтому я их выпишу отдельно jump up это у нас тройка дальше джамп лэфт и джамп райт первым у нас идет райт по очереди это четверка ну и пятерка это у нас джамп лэфт теперь переменные на этот раз нам важно куда смотрит робот поэтому переменная дир перебирается теперь к нему дальше нам понадобится еще одна переменная это проверка на круг то есть когда мы прыгнули сюда например ну вот как мы пойдем прыжок дальше мы будем двигаться прыжок здесь нечего делать мы возвращаемся можем двинуться дальше проверить здесь ничего нет и мы должны будем то есть мы здесь останемся то есть здесь нам делать больше нечего рано или поздно мы должны понять что мы зациклились и не можем ходить поэтому мне понадобится логическая переменная которая будет проверять круги зацикленность нашего робота и если мы зациклились мы должны вернуться обратно сам уровень проходится ну у меня проходился путем перемотки одназад то есть мы запоминаем каждый ход и направление куда мы в этот момент смотрели и таким образом мы можем двигаясь по массиву в обратную сторону вернуть все ходы назад и заблокировать те ходы то есть сделать эту платформу например плохо и дальше двигаться например в эту сторону опять же мы будем двигаться вправо здесь делать нечего все это отматываем закрываем и двигаемся сюда рано или поздно мы таким образом найдем то есть мы заблокируем все плохие ячейки в которые не будем соваться то есть эти пути тупиковые и таким образом мы найдем путь так далее что нам еще понадобится в принципе вот эти вот вещи нам не понадобятся они нужны были только лишь для обмена информации и далее в них никакого смысла вообще не будет поэтому мы добавим массив то есть мы это для себя должны знать какие хорошие чтобы потом в дальнейшем их передавать и так как мы уже стоим на хорошей ячейке мы ее оставим чтобы массив у нас пустым не оказывался то есть мы будем отматывать вплоть до самого конца поэтому проба локейшн у нас будет здесь дальше также мне понадобится массив плохих чтобы я в них больше не заходил на данный момент нам не известно ни одна поэтому мы ее исключаем также мне понадобится массив направлений дирс массив направлений и первое направление у нас это то куда мы сейчас смотрим и равно оно дир ну или 90 можно точно так же написать и также мне понадобится массив направлений для прыжков так дирс данный массив нужен для того чтобы мы знали в какую сторону возвращаться я не имею ввиду что если бы мы прыгнули сюда то логично что обратно прыгать надо обратно куда мы смотрели вот сюда вниз значит логично что прыжок можно будет развернуть в эту сторону и направить сюда нет не для этого дело в том что некоторые платформы смотрят куда попало и вот допустим данная платформа я на нее захожу и смотрю сюда а прыгаю задом куда мне возвращаться то есть я должен знать куда я непосредственно не то что смотрел куда смотрел это отдельный массив у меня отвечает а куда направлен именно прыжок чтобы я мог навстречу ему сдвинуться здесь я понятно это объяснил и больше никаких констант и переменных нам будет в общем нам они будут не нужны итак функция камбэк она исчезает хороший остров в принципе она мне тоже не понадобится потому что теперь принцип сканирования будет другим то есть функции все будут совершенно иными да мув тоже теперь не понадобится вместо него будет теперь аналог который будет отматывать ходы назад теперь так как мы следим за тем что собственно происходит куда мы смотрим нам понадобится вот эта насадка то есть forward и left только на этот раз мы их размещаем уже у робота никаких трансмитов здесь не будет здесь будет конечно же проба здесь тоже будет проба то есть никакие данные мы передавать не будем нас интересует только исследование теперь разберемся с этим всем я уже в left это делал по моему dir это по совету из комментариев dir плюс 120 и мы берем остаток отделения на 360 таким образом у нас всегда будут значения то же самое можно сделать и в отношении данного данной функции что такое минус 60 это то же самое что плюс 300 поэтому аналог будет точно таким же это сократит количество строк и так плюс 300 и в принципе это будет то что нам нужно точно так же мне понадобится функция in array потому что нам нужно будет также проверять находится ли данная информация в массиве она не меняется совершенно никак поэтому мы сделаем ее также функция look лук лук функция лук где у нас jump сканер detect так что нам еще понадобится check jump в общем давайте по порядку я не буду их все сразу копировать чтобы у меня не было свалки так функция лук она станет теперь немножко другой здесь нас интересовал смотр вверх на этот раз мы сделаем в конкретном направлении то есть посмотри в направлении только определенном и здесь соответственно мы сравним с 90 а с direction то есть это теперь будет универсальная функция которая всегда будет смотреть туда куда мне нужно далее что нам пригодится из того что мы уже делали да в принципе здесь я буду лучше писать все с нуля мне нужны давайте разберемся с перемещениями у нас есть move логично что теперь нам нужно будет этот move отматывать то есть напишем функцию back move это будет у нас отмотка назад чтобы повернуться назад мы должны понимать то есть куда двигаться движение назад это мы смотрим получается ну допустим если взять даже данную локацию то мы во первых должны смотреть туда куда смотрели при завершении то есть мы должны повернуться в этом направлении дальше мы делаем два разворота встаем сюда и делаем два разворота снова то есть функция перехода будет достаточно такой простой во первых да если мы ходы отматываем естественно мы должны из массива всю необходимую информацию удалить то есть делаем ход назад мы удаляем информацию дирс remove так remove вот здесь кстати было бы неплохо подсказки делать автозаполнение и удаляем мы собственно дирс size дирсайз минус один так как компьютер считается нуля у него последний индекс меньше чем размер всего массива на единицу далее мне понадобится переменная для хранения индекса в хорошем массиве потому что я должен в эту локацию прийти и удалить ее и добавить то есть если здесь действие всего лишь одно и мне хватит размера массива то здесь в good и в bad мне нужно будет вставить одно и то же значение поэтому я его сразу же рассчитаю чтобы не рассчитывать его дважды и так здесь у меня получается good и сначала я должен вытащить эту данную эти данные то есть там где я стоял это плохая платформа следовательно я должен ее поместить в плохую перед тем как удалять ее из массива поэтому bad добавляем в него значение из хорошего так не туда это все засунул good index то есть то самое что мы извлекли а из good я должен наоборот сделать remove index то есть данное значение я должен убрать ну и здесь мы просто напросто разворачиваемся делаем шаг вперед чтобы вернуться и смотрим в направлении и это направление мы берем опять же из массива которая на данный момент стала последним у меня зачем вот этот индекс я считаю отдельно хотя по идее здесь должно быть то же самое я просто напросто если я поворачивался я не добавлял эту позицию в массив то есть у меня увеличивались только направления то есть у меня массив направлений всегда больше чем ну больше или равен чем массив тайлов на которых я ходил во время прыжка я делал даже у меня направление сохранялось его я оставлял потому что по нему я определял сделал я прыжок делал я поворот или делал я шаг потому что все они дают разный прирост то есть направление у нас дает 60 поворот 120 а прыжок он сохраняет свое положение по ним можно определить какое действие я делал последним то есть исходя из дир можно сказать все что было вот это нужно для того чтобы я встал в локацию откуда пришел в то положение то есть я из него уже буду все делать то есть почему я здесь не поворачиваюсь и сразу могу спокойно удалить значение направления потому что я уже смотрю в нем так back move в принципе все то есть шаги и обратные шаги у нас есть теперь прыжки и повороты в принципе поворот у нас уже есть поэтому давайте напишем сразу функцию back turn то есть обратный поворот и раз мы всегда смотрим в том направлении в котором смотрели поэтому нам нужно будет достаточно только лишь повернуться обратно то есть направо а это у нас два поворота но при этом направление мы должны также удалить поэтому можно в принципе взять вот это вот эту вещь и удалить ее здесь можно после это не принципиальный так обратный поворот у нас есть пора заняться уже прыжками так как у нас будет происходить прыжок jump сам прыжок теперь я покажу собственно способ который позволяет за 4 шага пройти абсолютно в любую точку данного пространства ну я не имею ввиду за 4 шага я имею ввиду за 4 команды то есть игра воспринимается как 4 я почему-то думал что это 5 итак давайте рассмотрим на примере данного значения вот я нахожусь здесь то есть мне нужно сделать определенное количество шагов каким образом я могу это сделать ну использовать цикл если я знаю количество шагов то я вполне могу использовать цикл для данного расстояния я вполне могу это сделать то есть у меня получится 1 движение 2 движения 3 и 4 движения всего лишь поэтому у меня будет значение 0,1,2,3 то есть у меня будет 3 шага цифры потом я поменяю просто объясню принцип Итак, мы делаем Move Forward И в какие-то определенные моменты, если, допустим, сделаем пока чек Если нужно, так, давайте, наверное, не чек, а Need Turn Так, здесь у нас I Если Need Turn Если необходимо поворачиваться, то мы поворачиваемся Вот, таким образом это будет происходить Теперь давайте разбираться, как мы можем это использовать Ну, в принципе, я могу просто посчитать То есть сделать вместо этого не I, а Need Turn То есть необходимо поворачиваться и здесь дать просто значение При которых я должен повернуться Итак, здесь я иду и дальше я пойду уже в эту сторону Поэтому здесь мне нужен будет поворот Остальные пока сделаю нулями То есть в данном случае мне нужен будет поворот Я буду смотреть сюда Далее следующий шаг И здесь мне снова нужен будет поворот, чтобы я уже смотрел сюда А вот здесь два шага и повороты мне будут не нужны То есть вот за, используя вот эти четыре команды Я могу перейти в любую точку Указывая лишь нужны повороты или нет Вот и все Единственное, что если мне нужно делать два поворота на месте То мне придется делать это каким-то другим образом Но обычно, ну допустим, даже если мне нужно развернуться То я могу сделать это, ну, большим путем Пусть это увеличит количество действий Но технически, если вы стремитесь к меньшему количеству команд Вот это оптимальный вариант, который позволит в любую точку прийти И в любое направление Единственное, вам придется позаботиться об этом самостоятельно Как туда двигаться Итак, хорошо Jump мы сделали Теперь нам необходимо поместить всю необходимую информацию В массивы Итак, мы переместились на новую платформу Следовательно, good у нас обновляется Мы добавляем значение То, куда мы попали То есть, проба location Здесь, я думаю, тоже все понятно Дальше Нам нужно будет Мало того, что location сделать, да Мы должны еще смотреть в ту директорию То есть, куда нам нужно будет Куда мы летели То есть, я не обязательно буду смотреть туда, куда нужно То есть, перед прыжком Я буду в другой функции делать поворот Следовательно, я должен понять Куда мне после этого смотреть Потому что именно это значение я и должен отправить В массив направлений Поэтому я сейчас должен повернуться туда, куда я буду смотреть А куда я буду смотреть? Правильно Туда, куда я смотрел в начале прыжка То есть, до того, как вызвал функцию jump А она у меня находится в массиве dirs На последнем месте То есть, она технически не меняется при прыжке Поэтому Dirs.size Минус 1 Теперь Я могу спокойно помещать Dirs Точка add То, что я там нашел Текущее положение свое Дир То есть, то, куда я смотрю Я туда помещаю И далее То есть, я всегда буду ставить ее в хорошую Даже если там плохо Это касается того, что когда я буду отматывать Я должен буду именно вот это значение удалять У меня просто были проблемы технические Когда я делал отмотку назад И вот здесь я сразу Подмещал в плохое Точнее, вообще даже игнорировал То, когда я ставил это в плохое Я отматывал назад И он у меня делал шаг назад То есть, с платформы я всегда делал шаг назад Потому что платформа, очевидно, плохая А здесь мне нужно четко понимать Что я делаю прыжок Я вычеркиваю и эту платформу И вот эту платформу Поэтому я ее всегда То, куда я приземлился Даже вот здесь Хотя видно, что это плохая Я делаю ее хорошей Это нужно мне для того Чтобы сделать функцию действительно универсальной Здесь я сразу делаю проверку Если данная локация Пробоскан Меньше нуля То есть, это очевидно плохая локация То тогда я делаю Backjump Backjump Соответственно, этот Backjump Тоже нужно будет написать Опять же, куча функций Опять серия затягивается Так, Backjump Но моя задача была сделать так Чтобы все это проходилось Итак, Backjump По сути, принцип Backjump Аналогичен вот этой функции Поэтому я буду основываться на ней Мы точно так же удаляем Последнее направление В нем нет никакого смысла Дальше Мы вычисляем индекс Помещаем это значение В плохое Также делаем это хорошее Это можно вынести отдельно Но я решил их так сохранить Далее Терные Все эти у нас Тоже возможно появятся Но на самом деле Это нам будет не нужно Итак, что теперь мы делаем Нам нужно будет Теперь понять Понять В каком направлении Мы будем смотреть Давайте его вычислим Var Index То есть, когда мы прыгали Мы в массив Jump Dears Помещали значение Локации Точнее, куда она смотрит Поэтому мы возьмем Индекс оттуда Так Jump Так, давайте Вот так вот Как мы это считали Так Jump Dears Вот так То есть, индекс Мы нашли Теперь нам нужно Посмотреть В эту сторону Посмотреть В эту сторону И здесь важно понимать Как мы будем ее сохранять То есть Jump Dears Индекс Индекс Мы должны будем Это точно так же Понять После этого Мы должны удалить Данное значение Так как мы прыгнули назад Давайте Вот Возьмем этот Remove И здесь Jump Dears Jump Dears Здесь Возникает только один вопрос Каким Образом Мы будем Вот это направление Делать Мы же в прыжке Его никак Не использовали А делать мы это будем В другой функции Там будет поворот И определение То есть, мы будем Находить эту платформу И помещать В Jump Dears Все эти направления То есть, сейчас Пока непонятно Что туда помещается Нам нужно будет В другой функции Это сделать Так, далее Как только мы Все действия с массивами Сделали Нам необходимо будет Вот это вот у нас останется То есть, в конце Мы тоже должны Посмотреть А обратно Мы будем двигаться По принципу Вот этому То есть, вот у нас For И вместо всего Вот этого Мы сделаем То, что нам нужно И обратный маршрут Давайте на примере Данной Функции Разберем Чтобы добраться Снова сюда И посмотреть Уже в эту сторону Осмотр будет у нас Делан здесь А с данной функции С данной площадки Мы каким образом Можем попасть туда Во-первых Мы смотрим уже В том направлении То есть, мы будем Двигаться сюда То есть, у нас есть Шаг вперед Так Снова шаг вперед Поворот Шаг вперед Поворот Здесь будут просто Другие значения Так Вначале Мы делаем шаг Потом шаг И поворот Вот он у нас Смотрим сюда Снова шаг и поворот И все То есть, самое главное Мне дойти до локации Все данные у меня есть И этого будет достаточно Для того, чтобы Прыгнуть назад Все необходимые Данные в массив Добавлены А ненужные Удалены Ну и остается Теперь сделать Надстройку Над всем этим Это функция Которая будет И определять Что, собственно Мне нужно делать Это функция Реплей То есть, как только У меня будут Какие-то проблемы Следовательно Я просто-напросто Делаю отмотку назад Но мне нужно понять Что мне делать То есть, у нас Три состояния Поэтому я считываю И помещаю В переменные DeerIndex Потому что К нему тоже Будем несколько раз Обращаться Это, собственно, у нас Так Вот он DeerSize1 Аналогичным образом Будет сделана Переменная Локация LockIndex LockIndex Здесь, соответственно Будет у нас Boot Все И здесь Благодаря Направлению Мы Смело Можем Определить А что же мы Делали Если Направление Так Индекс Если направление Так DeerIndex Так DeerIndex Если Разность У нас Только здесь уже не разность Здесь нам важно Понимать Это был поворот Или Шаг Шаги у нас все Кратны 60 А повороты 120 Поэтому Если Если У нас есть Остаток Отделения При 180 То есть Вот это вот все Остаток Отделения На 120 Точнее Да 120 Не 180 120 Это Не 0 Значит Был шаг Если 0 То тогда Это был точно не шаг Давайте 0 Из 0 То тогда Back turn Back turn Ну и последнее Else Здесь соответственно Уже все что остается Это back move Все Реплей у нас Готов Но Этого явно Недостаточно Появится еще одна функция Она Будет Этим Реплеем Управлять Эта функция Будет Так Re Remove Remove Moves Moves to Remove moves to Lock Это нужно было Это сделано Для того Чтобы Допустим Я двигаюсь Сюда И попадаю В ту локацию В которой я уже был Это значит Что все что до этой локации Можно смело удалить Я в нее и так могу попасть Изначально У меня Эта функция Содержала еще один параметр Это реальные и нереальные Перемещения То есть допустим Где-то у меня Ну даже взять Вот эти же уровни Где я прыгал сюда А здесь допустим Я уже был То мне нет смысла Реально Роботам Это все отматывать Достаточно будет Просто Удалить в памяти В массиве Все эти данные То есть я делал Реальное отдельно То есть если мне нужно было Действительно робота отматывать И нереальное Ну у меня были какие-то проблемы В общем я с этим не разобрался И в итоге я сделал Что все перемещения Будут реальными То есть я робота буду отматывать Полностью А не только в памяти Итак Здесь соответственно While Good То есть пока мы не дошли До данной локации Вот у меня локация в памяти Пока good То есть последнее значение В массиве Is Not Lock То есть я не Нахожусь в той локации То тогда Я делаю реплей То есть я удаляю все До тех пор пока Не дойду до этого места И в конце Я должен посмотреть В том направлении В котором Собственно Я и должен Находиться на данной локации А это у меня будет Последнее направление Вот и все Больше каких-то функций Я здесь не добавлял Давайте теперь главный цикл Так Ну и здесь все Совершенно будет иметь Другой принцип Так давайте Чтобы было видно Что пишется Во-первых Мы сразу смещаемся И проверяем То есть Варскан Варскан Равен У нас Пробоскан Сканируем То где мы оказались Мы должны понять Если Это финиш Если скан Из финиш То тогда Мы Делаем Брейк Мы дошли до нужной локации За собой мы построили Весь маршрут То есть Здесь мы просто Выйдем из цикла Я надеюсь Это понятно Когда мы выйдем Из цикла Давайте мы сразу Это напишем Что будет происходить Я должен Буду Ту локацию В которой нахожусь Добавить В массив Хороших Потому что Я еще не успел Добавить В массив Хороших Проба Так Лок Проба Локейшн Добавляю В массив Хороших После чего Я должен Передать роботу Все данные Гуд Точка А нет Какой точка Все Ингуд То есть Все что есть В массиве Хороших Я буду Транслит Делать Так Соответственно Эти данные Я передаю И в конце Робот же у меня 0 ждет Это будет Говорить о том Что все данные Переданы Транслит 0,0 Все Таким образом Все будет передано Ну а если же Мы остались Еще здесь Значит Мы Еще Финиш не нашли Поэтому мы Текущую локацию Сохраняем И далее Происходит Сканирование Если скан Больше нуля И Одновременно с этим В массиве Плохих Точнее Не в массиве Если ее нет В массиве Плохих И Нет В массиве Хороших Хороших То есть я здесь Еще не был Следовательно Данную локацию Я добавляю В массив В массив Куда же Куда же я В итоге Попал То есть Это может быть И платформа Если Скан Это Jump Up То тогда Я должен Поместить Информацию Jumpdeers Я должен Поместить Информацию О том Что это за платформа Давайте Теперь Будем Это все Определять Что это за платформы Могут быть Ну Начнем С Up Платформа Это 3 Но естественно Я должен Туда поместить Какое-то Направление С ним мы Разберемся Чуть позже Дальше Look Я должен Посмотреть В направлении Так чтобы Я мог Двигаться То есть Допустим При движении Вверх Я Ну Чтобы у меня Моя линия Двигалась Ну На примере Даже Представим Что это Вверх То я буду Смотреть Сюда И вот Вдоль Этой Линии Следовательно Для движения Вверх Я должен Двигаться Вот сюда То есть Смотреть Я должен Вот в эту Сторону Следовательно Это у меня Куда Направление Это направление В 30 Поэтому Я должен Посмотреть После чего Я делаю Собственно Сам прыжок То есть Настройка Будет здесь Хотя Можно было бы Допустим Jump 30 Делать И тогда Все будет Тоже понятно Else if Scan Is Jump Right Он у нас Следующий По счету Идет У него Все аналогичным Образом Складывается Здесь у нас Пока четверка Это некорректное Значение И Дальше При прыжке Вправо Мы посмотрим То есть Если мы прыгали Сюда То есть Мы смотрим В эту Сторону Так Нет Вот Jump right Вот Вниз Мы смотрим Это 270 270 И Аналогичным Образом Если У нас Это left То Это пятая Платформа И Мы смотрим Теперь Вот Сюда Это у нас Значение 150 Все Вот у нас 150 Все значения У нас Здесь есть Теперь давайте Сразу же Разбираться Что мы будем Добавлять сюда Сюда Должно попасть То значение При котором Я буду Двигаться В обратную Сторону Чтобы я мог Перемотать То есть Где у меня Backjump Вот Я смотрю В направлении Того Куда мне Собственно Двигаться То есть Здесь я должен Сделать Эту связь Итак Если я прыгнул Вниз То обратно Я полечу Вот сюда Это у меня Направление Будет 150 Вот они 150 Куда я собственно И смотрел 150 То есть Вот здесь Я пока Просто отмечу 150 Дальше Здесь Если Так Прыжок вверх Прыжок вверх Это нет Я с чего начал Здесь 270 То есть Я отсюда Пойду вниз Вот Это 270 То есть Двигался я вверх С этой платформой Я пойду вниз То есть Я смотрю на То место Куда я лечу Здесь Причетвертое Это вправо Здесь я буду смотреть Вот сюда Это 150 Ну и последнее Здесь я буду смотреть Уже Вот сюда А это у нас 30 Ну и в принципе Зачем я сюда их пишу Наверное проще Вот так будет Сразу сделать То есть Вот это значение Обратного маршрута То есть Здесь я не буду разворачиваться Это будет направление Обратного маршрута По нему я и буду возвращаться Надеюсь это понятно Изначально У меня здесь была Тройка Как здесь я писал Четверка Здесь пятерка И вот тут Из круга Выхожу То есть здесь Здесь нужно вспомнить Я делаю Только лишь Так как я остался Плохо Я в круге Застрял Если Check circle Из 3 Значит Надо что-то с этим делать Во-первых Var Index Равен Dears Так Где у меня это Dears Size Определяем направление Потому что мне сейчас Нужно будет Удалить сразу 3 значения Итак For I In Здесь мне нужен просто Счетчик Поэтому цифры просто такие Счетчик Я просто-напросто Dears Точка Remove Remove Index 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 Минус I Вот и все Таким образом Я точно буду Удалять Все значения В принципе Да, счетчик здесь Понадобился Ну и Я должен Отмотать эти действия То есть Сама платформа плохая Мне она Не нужна Так Здесь у меня Получается То же самое Только Здесь не Dears А Good То есть Все до этой Хорошей платформы Я Удаляю То есть Я должен вернуться Как бы на нее И после чего Check Circle Возвращается В привычное нам Положение Ну и в принципе На этом вроде как Все Я надеюсь Я ничего не забыл Да Программа для робота Более или менее Суровая Так давайте посмотрим Что у нас здесь Получилось Самое главное Что у нас Произойдет Здесь Вот у нас Так и где-то Я опять Застрял Так Ну что ж Это у нас Проблема возникла Где-то в поворотах То есть Лук Функция Лук у нас Работала Но она Скорее всего Вызывается Где-то Так Стоп Давайте посмотрим Именно после прыжка Это возникло Да Это во время Прыжка Произошло То есть Возможно Туда у нас Ушла Не совсем Ушло Не то Значение Так Ну давайте Тогда проверять Так Сам прыжок Нас интересует Так Движение Прыжка У меня Корректное Если нужен Поворот То я Двигаюсь В хорошую Локацию Дальше Я должен Посмотреть Куда я должен Посмотреть Так Дирс Подождите Посмотреть В направлении А вот Вот она Я даже не знаю Как он это сделал В направлении Которая Находится В массиве Вот Проблема Да Надо быть Очень внимательным Когда все это Набираешь Так Вот мы Двигаемся Это хорошая Платформа Так Вот мы Двигаемся Хорошая Нет Все таки Плохая Так Я обратный Маршрут Обратный прыжок Там скорее всего Такая же Проблема Так Так Где у меня Backjump Так Стоп Секунду Backjump Проблема Явно В нем Итак Удаляем Так Ну здесь Да Действительно Здесь Размер Здесь Good То же Самое Bad Добавляем Плохое Далее Удаляем Это все Из массива Var Index Jump Size Jump Dears Size Минус Один То есть Считываем И Берем Соответственно Данное Значение Look Jump Dears Index И потом Этот Индекс Мы Удаляем Так Ну здесь В принципе Это нормально То есть Скорее всего Я неправильно Передал Эти Значения Хотя 150 30 270 То есть Я должен Смотреть Ровно На платформу А он У меня Сделал Именно Не это То есть Здесь у нас Прыжок Наверх И вот Я Сверху Так Это Наверное При приземлении Возникло При приземлении Так Сейчас Давайте Посмотрим Приземление Где у нас Обратно Вот у нас Backjump То есть Вот здесь А ну вот Да То же самое Точно такая же ситуация Вот Вот так это должно выглядеть Так Подождите Тогда В back Move Наверное Такая же ситуация Да Так Хорошо Хорошо Давайте тогда так Back move Точно Так же Все Печально Ладно Так Так Вот мы Двигаемся Дальше Здесь Все плохо Вот мы Так Это у нас Теперь Очевидно Проблема Дальше Пошла Так В реплее Этого нет Да Конечно же То же самое Ну как так-то Как так-то Все это Получается Но надеюсь На этот раз Все Так Back turn Надо еще Посмотреть Нет Там вроде Нормально Так На чек Циркл Надо сейчас Посмотреть Что у нас Там происходит Два Так Почему платформу Я в плохую Не записал Да даже Если в плохую Она все равно Должна двигаться Так как нужно Так В хороших И В плохих Так Не совсем Понимаю Если И И там И там Его нет То добавляем Его в хороших В противном случае Не добавляем Здесь добавляем Направление Индекс Мы определили Remove Index Minus I Так Нет Корректно Здесь Так С бэкджампом Надо все-таки Разобраться Проблема Скорее всего В нем Бэкджамп Направление Мы смотрим Прыжок Я удалил Так При обратном Джамп Джамп гирс Так Так Из хороших Я же его убрал Я же его убрал А почему Он у меня остался И в плохой он не попал Так Так Это странно Давайте посмотрим На обратный маршрут Вот Вот Удаляем Направление Дальше Вот Здесь мы удалили Дальше Так 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 Направление Мы удалили Мы смотрим В том направлении В котором Изначально Прыгали А прыгали Мы смотря сюда То есть Здесь все корректно Вот Мы начинаем Двигаться дальше Так Так Это конечно Странно Просто удалять Эту платформу Делать ее плохой Пока Не стоит В этом нет Никакого резона Так Это очевидно Не финиш Давайте Пройдемся Пошагово Тогда Раз уж Такая ситуация А я понял Я понял В чем проблема Я понял 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 Все Проблема здесь На самом то деле Вот в этом Мы не к последней локации Идем Мы же в ней стоим Нам нужно Предыдущий Мы должны Отмотать На локацию Назад Потому что Мы на текущей Стоим Вот Вот она Стала плохой Вот снова Чек Таким образом Мы сюда Больше не заходим Вот Это последняя И вот здесь У нас должен Именно прыжок Вот мы Отлетаем назад Все Ничего хорошего Здесь нет Плохая Плохая Фу Такой быть Так Ну наконец Так Ну здесь Уже очевидно Можно Ей сделать Все Так Все Здесь Ничего Хорошего Здесь Тоже Все Вот здесь Мы немножко Притормозим Потому что Юст Аааа Я же Юст Роботу Не дал Ладно Давайте посмотрим На то что Получится Вот 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 она Эта петля Да Вот эта петля В любом случае Теперь нам нужно будет Ее тоже учесть Так Вот про что я точно забыл Здесь Мы не можем просто так Здесь двигаться Поэтому нам нужно будет Сделать Все Несколько иначе Так вот Юст Соответственно Робо форвард ДЛМ Так Робо форвард Локейшн Если локация Гуд То мы Юст Добавляем Скан Следовательно Вот здесь And Not In Аррей Если в массиве Нет Скан Запятаем Так Нет Не good А used Если мы ей не пользовались То тогда мы можем смело идти Все Вот сейчас уже точно Так And If Scan А Конечно 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 Здесь так Так Ну здесь ничего технически не изменилось Первые два он выполнит точно так же как и раньше Так И вот Вот здесь у него это получилось Сейчас мы вернемся обратно Там все плохо Вот Used И он больше в нее не заходит Ну и последнее Ну последний уровень он должен быть таким И мы открыли его Соключительный отчет с Альдыни Исходные ожидания были связаны со средним количеством дешевых обломков корабля и минеральных остатков А однако назначенный специалист по сбору утиль сырья обнаружил тела членов экипажа 21% от первоначального списка находящихся в безопасном помещении рядом с ядром планеты То есть получается что на самом-то деле это не совсем спасательная операция То есть мы в первую очередь за обломками летели Мы же специалист по сбору утиль сырья А не какая-то спасательная команда И да кстати Альдынь это не планета Планета здесь радуга Альдынь это Это корабль космический на котором они собственно прилетели Та первая бригада Хм, интересно Ну вроде те тоже про утиль сырье говорили Зачем они здесь были Ну есть вероятность того что это все-таки тоже часть компании И мы полетели наверное поживиться Что раз они все разбились То мы их забираем То есть все что они нашли Они же отчеты изначально хорошие делали Зачем они здесь только поселения То есть получается это вообще разные вещи То есть мы не являемся спасателем Хотя там вроде в текстах было Что мы должны их спасти Хотя может это специально мы так сказали Ладно Кто внимательно следил за сюжетом Напишите в комментариях Все обнаружено 207 хорошо сохранившихся тел поселенцев Генетический анализ показал Что многие из них связаны с невостребованным наследством И высокоценным завещанным им имуществом В связи с законом о внепланетном отсутствии завещаний Обретенные компании останки Дают ей значительное право на обладание этим наследством Интересный закон конечно да Детализированная смета с предполагаемыми ценами в галактодрахмах Ух ты даже В чем Приведена ниже 207 человеческих тел По получению наследства Общая сумма 878 78 это у нас что миллиарды Миллиарды в галактодрахм 72 Кстати да был тоже вот комментарий Мемаз секунды зачем это сделано Это просто вселенная такая Тут это не термин Так 72 миллиона 834 тысячи 841 тонна керам крита Слегка грязного По 10 галактодрам за тонну Не знаю что у тех наследства было больше Или они их как тела продали На черном рынке В общем Не всем понятно Напишите в комментариях Как вы считаете В общем по сюжету не совсем ясно Что здесь произошло Так 53552 Феротанковых Две феротанковых панелей По 7 галактодрам за панель Да Панели то стоят Чуть дешевле чем целая тонна керамкрита Так себе материальчик то видимо 98 тонн кибераметиста 29 Галактодрама Драхам за тонну Ну аметист явно дороже керамкрита 10 поисковых внедорожников 525 Это по 52 штуки за Что это дешево Личное украшение Драгметаллы По переплавке 2590 и 99 Это прям как магазин на диване 99 Прямо со скидкой Так Зачем они сюда потащили личное украшение Они реально пытались колонизировать эту планету Так Одно силовое ядро Обгорело от плазмы Так 10 тысяч Заброшены автоматические устройства Цена лома 80 И рабочий робот и зонд Цена лома 4 Ну вот Один робот уцелел Вот тут я вижу на картинке Один валяется Это явно не наш У нас все получилось Ну Они разбили это намного больше роботов Не знаю почему здесь лежит один Ладно Поздравлюсь с Нонг Ну Отличная работа на льдыне Я так рада Что ты был частью проекта Обернувшегося в самые успешные мои спасательные операции Так это спасательная операция была или нет? Объясните мне пожалуйста Как ты наверное уже слышал Из-за моей эффективности Мне была оказана великая честь вступить в должность Главного начальника утильсборщиков Во внешнем кольце Временно конечно же Не думаю что я забыла о твоем вкладе в проект Дни младшего специалиста по утильсырья Утильсырью сочтены Власть сюда на меня должность Гну ВКВ Главный начальник сырья Утильсборщиков Во внешнем кольце Временно ВКВ Интересно Я настоящим повышаю тебя до специалиста по утильсырью Поздравляю Джудит Да спасибо большое Я отправляю вас во вторую часть Да ладно Она не написана Можно жить спокойно Так ну вот в общем то такая получилась игра Но это не значит что это последнее видео У нас есть еще бонусный уровень Который откроется сейчас после титров И также нужно кое что сказать еще о двух достижениях Потому что это тоже очередная задачка Я ну как бы я конечно их сейчас уже получил Эти два достижения Они связаны с оптимизациями Но пройдя всю игру Я их не получил То есть вроде я там пытался оптимизировать И это не так очевидно Поэтому я по поводу этого запишу отдельное видео Так Что можно сказать об игре Если вы хотите научиться программированию Это не для вас игра вообще Забудьте об этом Изучайте языки по каким-то другим видео Можете у меня посмотреть что-то То есть обучение алгоритмам И программированию Это не в этой игре Она не про это Это в первую очередь головоломка Это даже не игра для программистов Конечно и не без этого В первую очередь это головоломка Во-первых с чем это связано У вас не квадратные тайлы А треугольные И это тоже дает свое То есть свой след оно оставляет Поэтому это головоломка на поиск пути То есть это такой лайтбот На максимальном уровне сложности В котором вы Алгоритм пишите уже Ну как бы не просто блоками А полноценно Так а что нам даже не зачли его что ли? А не все нормально Ну я считаю что это очень неплохой результат Наверное можно было бы его улучшить Но в целом неплохо Я считаю Сколько у нас тут всего? Оооо 30 тысяч он успел Раз запросить у него данные Форвард 1897 шагов Проба Форвард у нас делался Так А ну вот теперь все Ну и вот у нас последний уровень И И мы займемся уже после достижений То есть про достижения Видео выйдет следом Оно может будет покороче Я попробую Объяснить что там собственно В чем оно заключается И как его очень легко получить Даже если вы уже игру начали Как ни странно Ну в принципе тогда я Какие-то вещи скажу Наверное еще после Уже ближе В последующих видео Но сейчас краткое мнение Об игре Что это Это очень сложная игра И как головоломка И как использование Программирования То есть если вы Не разбираетесь В программировании Она Эта игра вас ничему не научит Абсолютно Мало того что здесь Ограничен функционал То есть двумерных мазивов Например нет С помощью них Например Всю карту Можно было бы засканить И двигаться Уже в памяти И решить всю задачу Уже в памяти То есть двумерные массивы В данном случае Даже несмотря на то Что тайлы треугольные Их можно легко сделать В виде двумерной сетки Вполне Да там конечно перемещения Были бы по диагоналям Строго определены Но в целом Это не такая большая проблема Я примерно даже представлял Надеялся что они Рано или поздно получится Ну в целом Вот примерно такая игра Подписывайтесь на канал Если хотите побольше Подобной дичи Ну может что-то более легкое Выйдет Можете опять же в комментариях Посоветовать Комментируйте Если есть что сказать Лайки ставьте Если понравилось Вот это вот все Ну и до встречи В других видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok